Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Аминь. Номер 379. События дня. Притча 28 глава 9 стих. Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва мерзость. Такое местописание, которому 3000 лет уже, и оно неизвестно. Вот если сейчас это вывесить, так чтобы потом разъяснять, в храмах эта паника начнется. А там пыль до потолка будет. А как же наши люди жили, да как, мерзость, с мерзостью. И молились, считай, я не буду еще говорить, это принято. Так Дух Святой изрек через Соломона. Закон-то Божий вообще не знали. Я сейчас готовлю материал по Феофану Затворнику, сколько он говорит, все рушится. Грядет революция, священники вообще ничего не хотят делать. Но Игнатий говорит, это ладно, не может думать. Кто такой это? А тут облаков можно превознести. Богатый человек, канонизированный. Вот непрерывная скорбь Игнатия Брянщининова. Актеры остались. И все, тот и другой давит на монастыри. Все на монастыри давят. И Достоевский из монастыря выйдет. Кто выйдет? Вот как какая-то эпидемия поражения мозгов. Да монастыри-то и заглушили это все. Взяли власть на себя. У них все было. Зерна было в достатке. Начался голод, ничего нет. Люди собирают и смерть, там споринья какая-то. А у них, говорит, лежало долго. И эти микробы все пропадали. Брали в монастыре. Там, говорит, люди не болели. Почему? У них запасы были на сто лет вперед. 25 декабря 2016 года. Порок Исайя, 1 глава, 15 стих. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. И когда вы умножаете моления ваши, я не слышу. Ваши руки полны крови. Вот это вывесить в алтарях. Это вывесить везде. Я говорю про православных. Это везде у сектанта. Там хоть, по крайней мере, признают написанное. И чтобы можно было прочитать-то. Тоже отклоняет ухо от слушания слова Божьего. А у церкви понятия никакого. Нулевой. У всех. И на этом сатана дробит и дробит. Здесь для православных. Руки полны крови. Почему? Не возвещали истину. Павел говорит, я чист от крови всех. Ибо не упустил ничего. В этом вина эти все. Протестанты виноваты. Католики. Эти стихи. Смертный приговор. Поэтому говори. Будут они слушать или не будут, пророк говорит. Ты говори. Они как огонь будут против тебя дышать. Как буря. А я тебя скалой сделаю. Ну что? В скалу ударит и отойдет. Не бойся этого. Сегодня не будут слушать. Завтра. А послезавтра, может, ты на костер пойдешь. Но кровь христиан всегда была жертвой христианства. Семенем христианства. Притча 15 глава 8 стих. Жертва нечестивых мерзость пред Господом. А молитва праведных благоугодно ему. Жертва нечестивых означает ограды нахватало. Теперь пришел, копеечку дал. Да везде платят какие налоги, нефтепромышленники и другие. Да 80 процентов. А в России все 13 процентов. Уборщица, которая едва-едва на хлеб зарабатывает, должна 13 процентов отдать. Все. До единого. Тут вообще видно, что мафия захватила власть. Как этого не видеть? За чертой бедности больше половины населения. Черта. Дальше не бедности уже, а разложение идет. И поэтому... А они поэтому пьют. Поэтому пьют, что попало, может быть. Веры-то в Бога нет. А ты по-духовному понимай. Жертва нечестивых. Жертва молитва. А сам творит беззаконие. Это мерзость перед Богом. Вся такая молитва. Придут, стоят там. Около патриарха трется. Сколько их? Паразитов этих. Охранников там. Считал только одна же 7 человек стоит на улице. Около него. Около тела. И все равно не уберегут. У президента Америки было, говорит. 1500 человек у Рейгана. Охранников. Круглосуточно несут охрану. И все равно, как Кеннеди не спасли. И этого не спасет никто. Придж 21 глава 13 стих. Кто затыкает ухо свое от вопля бедного, то ты сам будет вопить. И не будет услышан. Бедный-то о чем молится? Что, Господи, детей прокормить не нужно. Беда. А богатый пришел, стоит. Вот возьми Левиафан фильм. Человека посадили, угробили, дом разломали, все. Судья все сыграла, там, 10-15 лет. Ну и хорошо, пошел спать. Человек виноват, да. В чем виноват? Ну, пил там и прочее. Ну, вы же сломали все, что он делал. Куда теперь сын пойдет? Как-то еще не дали ему там Нобелевскую премию за этот фильм-то. Так-то все хорошо было бы. Вот, если нажать, крайний левый, нижний, в углу, здесь. Баптисты о бороде. Это нужно прочитать обязательно. Когда говорят православные, ну, это православные. А это баптисты заговорили, что если бреется, это все равно, что губы красят женщины, стрижется. Вот детский православный лагерь. Вот здесь нажать, и тут будет 270 с лишнего роликов. Только нажми, и курсор поставь, и вылетел туда. Вот патриарх Кирилл говорит о миссии. Точно так же. Контрол, и послушайте. О миссии так. Православной церкви. А такое название я дал ролику, сам поставил в этот же день. Раз, и послушай. И увидишь. Мне интересно как. Вот посмотри. Ну, допустим, так. Нажали мы патриарха. Сейчас откроем. Вот она его. Мы это уже показывали. О том, что воспитан. Ну, а так дальше. Сколько уже прошло дней? Сколько? 117 просмотров. 117. Ладно. Вернемся к прежнему. Теперь. Ну, мое-то какое? Никакое. Вот, подожди-ка тут. Это. Надо вот сюда. Теперь я нажму на свое. Которое я в помощь. О-о-о. Вот оно где. Сколько за это же время? 355 здесь. В два раза больше. Почему? Я не могу понять. Как так? Наш это ничего неизвестно. Только свои близкие подходят. А этот-то откуда? Надо убрать, чтобы от ноутбука не было. Вот это для меня непонятно. Ну и дальше. Посмотрим. Юрий Соболев. Круто, Игнатий Тихонович. Круто, ибо просто и истинно. Про сие утро и я так говорил и разумел след Осипову и отцу Андрею. Первородное повреждение. В кавычках. Вот ведь помутнение. То есть дали Кураева давнешнее. Я свой ответ дал. Это много лет назад было дано. Выставил. Дальше. Сегодня же еще одна пелена с глаз. Благодарю за назидание. Спаси Христос. То есть человек движется вперед. И на основании Слова Божия доказывает, что книга, которую выпустил протестантизм православия Андрей Кураев, она не соответствует по Евангелию действительности. Николай Астахов. Пишет Игнатий Тихонович. Здравия вам. Было бы замечательно скачать все аудиозаписи по темам одним архивом. Сейчас для того, чтобы скачать аудиозаписи Священного Писания, необходимо отдельно открывать каждую главу и отдельно скачивать. Я сам не могу сделать. Но теперь у меня еще один человек подключается по этому делу работать. Я вещаю о сайте. Но мы будем иметь в виду. Через месяц он уже будет дома. И тогда начнет работать по этому. Сказано. Иван Макаров. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. На сайте Восвятия Библии прочитал ваши ответы о свечах. В настоящее время реализуем их в рамах. До революции церковь однозначно запрещала употребление свечей, состоящих не из чистого пчелинского... пчелиного войска. Святая Библия и каноны запрещают приносить в храм нечистое, паршивое, уродливое. Это книга Исход, 27-20, 30 глава, Левитам, 20 глава. И правила святых апостолов, 3-е, 71-е, 72-е. К тому же продукты из горения парафиновых свечей наносят вред здоровью организма. Апостол Павел говорит, «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, то покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм вы». 1 Коринфянам, 3 глава. «Смотря на черные стены и потолки, у меня нет желания отравлять организм». Как правильно мыслить и поступать в ситуации, когда нельзя пропускать богослужение, и в то же время нечистое и отравляющее делает это невозможным? Также хочу обратиться по другому возникшему во меня вопросу. Что значит слова «Жить интересно во Христе?» Какие практические действия заключает в себе эта фраза? Смотрите, как человек внимательно смотрит, и есть что. Но относительно священия ничего не сделать. Ну, где-то в уголок встань, сам не покупай, к этой мерзости не прикасайся, стой и молись в уголок. А священник в алтаре, вот где ему надо, молоко ему надо давать, как на производстве. Вспомните это, один день Ивана Денисовича Васильевича, он там говорит, что молоко давали на вредном производстве, вот священникам это надо давать. А мы пришли, ушли, двери открываются, и стены-то там стоят день и ночь, а ты пришел на короткое время и ушел. Вот, найди на него, посмотри, где там идет сквозняк, в какую-то в стороночку или где-то рядом встань, чтобы не оторвался. Теперь «Жить интересно, жить интересно во Христе». Я говорил это, но добавлял в бедности. Во Христе все интересно, все новое, все прекрасное, тут понятно, что. Но именно в бедности, я подчеркивал, там во Христе все интересно. Ты все время свидетельствуешь, молишься, к Тебя обращаются. Ты знаешь, Бог отвечает на молитву, ты не один. И смерти нету. То есть, насколько тяжело, и человек бедный рад расстаться с жизнью, но мы бедные. Поэтому люди трепещут перед смертью. А праведник, он ожидает этой встречи, когда уже с Богом. Ну вот, коротко сказать, остальные я уже не успел за воскресенье, тут заняты были, показать наши ресурсы. Это вот я люблю мой мир. У меня несколько страниц, но в одной вот я в шапке без голубя тут, остальные контрольные. Ну, чтобы здесь заходили, и тут можно вот написать легко что-то. Не выставлять. И кто выставляет разное там поздравительное, я их сразу из друзей удаляю. Они массово их рассылают, а мне они здесь мешают. Они не нужны здесь. И кто в друзьях непонятно что, друзья просятся там, а там какая-то фигура или икона. Друзья не принимаю. А если он изменил свой образ еще на другой, тоже выбрасываю. У меня тут было 10 тысяч почти, а сейчас сколько осталось в друзьях? А, 4528. Ну, это разница какой нет. Некоторые вообще не появляются нигде. Но это которые, тут видишь, как все нормальные глядят. Тут один такой глаз закрытый, но тут можно еще потерпеть. Дальше у нас большой ресурс, это православный форум. Вот он. 1603 темы, заходите. Как, плетите, как он. Здесь нажать нужно новое сообщение и на первой странице. А, искать общий поиск. В рамках, поставь любое слово, ты найдешь там, что там интересует. ИНН разное, воспитание детей, там по деревне, по потеряевке, там с фотографиями, с видео. Ну и большой очень ресурс у нас православный видеоканал. Сколько просмотров было? Это 4 миллиона 780 тысяч 234. А и подписчиков? 5 тысяч 640. Ну, видите, маленько посещают люди. Кто-то находит, утешит. И большой ресурс у нас это в освете Библии. Много очень, 50 книг аудио. И вот здесь 4124 ответа. Ну, мы начали разбирать рождение. Это 43 папка. Что тут у нас? К концу подходим. Так, вопрос. Так, 3552. Вот, как я его. Ставлю курсор и Ctrl-A выделил. Теперь Ctrl-S. Это означает, я его скопировал. Теперь сейчас в отдельный открываю, Ctrl-V вставляю, Ctrl-A выделяю и сразу меняю размер 20. Все. Начинаем беседу. Видите, как теперь легко будет брать. Так, вопрос. 3552. 23 том открытым оком. Это у меня вышло 33 тома. Книг. Ответ. 33 тома под этой серией. Очень интересные книги. Вот, только что получили, посылал в Испанию. Показывал. Я сейчас в Италию запрашиваю. Ответы, вопросы. Тысячи проповедей, которые я в храмах говорил. Ну, вот так. Так, чем отличаются плотские люди от душевных и от духовных? То есть я делал занятия в университетах, в школах, десятки там. Ну, разные-разные. Три радиопрограммы. Везде люди задавали вопросы. А я плохо слышу в письменном виде. И вот так отвечал людям по четырем параметрам. Что говорит Библия, Святые Отцы, Жития, Святых и Каноны Церкви. Так, ответ. Нет, в первую очередь тем, что задающий такой вопрос уже никак не духовный. Вот, понимаете, я за капельной стою и отвечаю. Я скажу, что таких ответов вообще нет в интернете. Что по четырем параметрам. Примеры, братья, Жития и Святых. Это 1173 биографии, я должен в голове был. Мировая поэзия. Примерно 20 тысяч файлов. Я тоже должен был сразу отвечать. И люди приходили, радовались. Благодарили Бога. Это может быть и добрый человек, интересующийся своим спасением. Желающий узнать побольше и о пути, на который мог бы встать, чтобы спасти свою душу. Духовный человек это знает не на умственном уровне. И он, быть может, даже не подозревает, что можно задать такой мудреный, с богословской точки вопрос. Но он живет духовно, потому что рожден свыше. Во всей Библии всего лишь один раз встречается слово, в кавычках, «чувствование». И оно вышло от Павла тогда, когда он решил все же приоткрыть перед своими почитателями, чего же им можно трепетно желать, чтобы они были истинными последователями Христа и были похожи на своего Учителя. Филиппийцам 2.5 Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Ну не думайте, что от Смирнов, там кто выступает, священники, так отвечают. Видно, что Писание они знают плохо, а про святых отцов и говорить не надо, каноны попраны, и мурта раскрыть не надо. А я ничем не связан, поэтому так отвечаю, не имея никакого духовного образования. Никакого. Так, наивысшая требовательность к себе в молитве и в жизни, когда душа соприкасается с нездешним миром и жаждет уподобиться по наитию не от головной веры, во всем с Духом Святым. Этот стих часто повторяют сектанты, чтобы уподчеркнуть свое превосходство над православными невеждами, как они думают. Но когда спросишь их, в чем же эти чувствования, конкретно, из Рима можно увидеть, есть ли они в человеке. Тут они свое красноречие перелицовывают на старообряческое мычание и махание двумя руками, делая ими эллипсы возле живота. Понятно. Ответ какой? Ответ-то рядом, в последующих стихах, потому что вслед за этим стихом о чувствованиях стоят вдвоеточие, и вот эти мысли, стихи 6-8. «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв полуслушным даже до смерти и к смерти крестной». Я попутно скажу, для чего же тогда в семинарии Академии? Только для того, чтобы уметь оправдать любой грех, любое беззаконие, любое нарушение канонов. Вот для этого. А вы не учились. Я у ног Христа просидел 54 года, считая святых отцов. Как-то я сказал одну проповедь, Ефот, на тему Ефот. А что Ефот? Епископ из алтаря прямо вышел и говорит, так вы где это все берете? Я говорю, что может неправильно? Да нет, это настолько откровение просто. Епископ стоит в алтаре, просит меня сказать проповедь. Я говорю, а можете ее повторить? Уже не смогу. Я когда читаю эту проповедь, после она была записана, книга, я смотрю, как будто бы первый раз ее вижу. Я не знаю. Это настолько выше моего уровня. Это Господь дает благодать Божия. Благодать. Везде все благодать. Моего там порошинки нету. И в этих ответах так же. А у сектантов какое же может быть смирение, если они восстали против Церкви Христовой и строят свой алтарь, и смышляют свое толкование Библии? Об этом их безумии красочно описывает Киприан Карфагенский и все святые отцы, боровшиеся с еретиками. Духовный человек мыслит категориями Духа Святого, никак и нигде не противоречащими Библии. И все это в духе полной покорности Церкви Христовой, Его невесты. Плотской душевный – это одно и то же. Когда говорят, что ничто, человеческое ему не чуждо, это означает, что человек живет не по небесной конституции, он живет по падшей Адамовой природе, ставший плотью, землей. Иезекиим, 25 глава, 6 стих. Ибо так говорит Господь Бог, за то, что ты рукоплескал и топал ногою, и со всем презрением к земле Израилевой душевно радовался. Не надо пугать с выражениями... Путать. Ага, не надо путать с выражениями простонародья, когда говорят, видимо, о теплоте характера, что человек этот душевный. Здесь смысл вкладывается, не соразмеряясь со смыслом этого слова, заключенного в Библии. Иакова 3, 15. Это не есть мудрость, и не сходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Видите, как душевная и бесовская приравнивается. Если тебя это ужаснуло, то поскорее вникни в последующие за этим приговором слова надежды. Стихи 16 и 17. Ибо где зависть и сварливость, там не устройство и все худое, но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицимерна. Плодские люди все время сбиваются с духовного настроя, хотя и могут иногда касаться его в рассуждениях и поступках. Но в них это не постоянно, потому что Дух Святой не их обитель, обитатель. Послание от Иуды, 1 глава, 19 стих. Это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа. Душевные, душевные в самом отрицательном понимании. А люди, ой, душевный такой человек, душевные вкладывают. Пятидесятники и все харизматы совершенно чужды духу смирения, ибо они решительно отделяются от единства веры, а строят свои трущобы духовного распутства. Любой пятидесятник, да и вообще недуховный человек, прочитав это, сожмется и озлится, и тем еще более выкажет свое плотское состояние. Первое Коринфянам, 2 глава, 14 стих. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумие, и не может разуметь, потому что осемь надо бы насудить духовно. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия. Вот тебе и душевный. То есть он враг Божий, душевный. Римлянам, 8 глава, 6 стих. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Плотское есть могильное, и оно так свойственно православным, которые думают больше о мертвых, нежели о живых. Им бы подать милость у незаумерших под поршайком, ибо Бог это зачтет, и все будет хорошо. А чтобы исследовать Писание и по нему спасаться, при жизни через жертву Иисуса Христа, на это враг их не допускает через их духовных слепых вождей попов. Ну как мне попы это разве могут простить? Никогда. Послание к римлянам, 8 глава, с 5 по 7 стих. Я вот выставлю материал Феофана Затвордика, что он обращался к властям мирским, надо говорить, чтобы попов вытряхнули оттуда, чтобы пошли проповедовать. Уже революция передумала. Дальше их потянут на Голгофу. Сразу Бутова будет забочен. Это по плодам. Не хотели учить? Теперь ваши ученики пришли, ученики-бандиты. И он все подробно ведет. Это я в те же раз занимался сколько. Так, к римлянам, значит, так сказано. Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышления плотские суть смерть. А помышления духовные, жизнь и мир. Потому что плотские помышления суть вражда против Бога. Ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Просто плотские помышления. Всего-таки дружба с миром вражда против Бога. Помышления плотские. Рассуждают по плотски. Ибо если живете по плоти, то умрете. А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Речь, конечно, идет о душе и о вечности. Ну и вот стихотворение появилось. Так. Напрасно про бесов болтают, что справедливости совсем они не знают. А правду тоже они нередко наблюдают. Я и пример тому здесь приведу. По случаю когда-то в аду... По случаю когда-то, ну где-то когда-то. Какому-то. Какому-то в аду. Змея с клеветником в торжественном ходу Друг другу первенство оставить не хотели и зашумели. Кому из них идти приличнее наперед. А в аде первенства известно, тот берет, Кто ближнему наделал больше бед. Так в споре всем, и жарком, и немалом, Перед змеёю клеветник свой выставлял язык. А перед ним змея своим хвалилась с жалом, Шипела, что нельзя обиды ей снести. И силилась его переползти. Вот клеветник. Было за ней уже чутился, Но Вильзевул не потерпел того. Он сам, спасибо за него, вступился И осадил назад змею, сказав, Хоть я твои заслуги признаю, Но первенство ему по правде отдаю. Ты зла, твоё смертельно жало, Опасна ты, когда близка, Кусаешь без вины, и то немало. Но можешь ли язвить ты так издалека, Как злой язык клеветника, От коего нельзя спастись Ни за горами, ни за морями? Так стало от тебя вредней. Так стало, он тебя вредней. А, он тебя вредней. Стало, то есть это, ну, выходит, Что стало от тебя вредней. Ползи же ты за ним, И будь вперёд смирней. С тех пор клеветники в аду Почётный змей. Крылов, 1814 год. Иван Андреевич, я считаю, Это самый умный был из поэтов, Из писателей, самый умный в России. И дальше. О, вопрос, 3554-й, Евангелие от Марка, 2 глава, 15-17 стихи. Здесь говорится о том, Что Иисус возлежал в доме, И, кавычка, возлежал с ними, И ученики Его, и многие мытари, и грешники, Ибо много их было. Почему мытари к грешным людям Не относятся, А грешники выделяются от соба? Как их можно было отличить, Когда все согрешили? Никакой вопрос. Хотя все люди грешники. Ответ. Ответ, да. Ответ. Хотя все люди грешники. Но есть и некий минимум порядочности. Если человек просто, регулярно выпивает, Но работает, не валяется, Он как бы и не пьяница. Вроде бы негласно есть барьер греха, За который уже начнут осуждать. Так вот, на этот раз был возле Христа Отверженный, так называемый, Деклассированный элемент. Порча общества, отбросы людские, Кому в порядочное общество вход заказан. Мы это ли, конечно же, грешники, Но узаконенные грабители. Неразбойники с большой дороги. И многие их ненавидели, И в то же время завидовали им. Ох, а сейчас в банке работает, Ему дали, он гребет, обманывает, Не дают, лопнул банк, нигде нет. У меня это было, прислали деньги, На покрыть крышу. Там 1600, или сколько долларов-то. Ну я, какой банк? И там Еленбанк. Ну я зашел в центральный банк, Называется так, Центробанк. Знакомые. Ну я спрашиваю, как это? Я деньги брать не хочу, Мне осенью легче шифер взять. Сейчас куда я с деньгами? А тут приду, надо обменять. Нет, говорит, это наш банк, Наше ответвление. Я прихожу осенью, банка нету, Деньги не отдают, все. Я говорю, я их в руки не брал, Деньги-то не брал. Ничего нельзя. Да ладно, у меня знакомый прокурор края, Суды помог там провести, И половину отдали. А половину так и не отдали. И завидовали им. Мы-то лежат. Да. И причислить их к бомжам И порочным в массе людей Не совсем удобно было. Они как бы выходили за рамки обычных людей. Были при должности, И их клеймо грех Узаконенный грабеж. Это их выделяло, Как целый класс. Как порядочные граждане Презрительно называли великими грешниками. Мы-то, конечно, грешники, Но узаконенные грабители. По закону их ставили. Не разбойники с большой дороги. И многие их ненавидели, В то же время завидовали им. Почему? А он при должности. Ему должность такая. Есть такие должности. Судья. Получает. Сейчас где-то, я не знаю, Около 100 тысяч. И должность там избирает депутат Где-то больше миллиона Месячная зарплата. Вот. Вы поступали, Чтобы не больше хотя бы 800 тысяч. А у меня 6 523 рубля 15 копеек. Вот почему. Так, порог Аввакум. Первая глава, 4 стих. От этого закон потерял силу, И суда правильного нет. Так как нечестивый одолевает праведного, То и суд происходит превратный. Надо знать, где написано. Аввакум 1 4. И дальше. Римлянам 3 глава, 10 стих. Как написано, нет праведного, Ни одного. И стихотворение. Так, змея лежала под колодой, И злилась она целый свет. У ней другого чувства нет, Как злиться. Создано уж так она природой. Ягненок близости резвился и скакал. Он о змее совсем не помышлял. Вот, выпалши она, В него вонзаясь жала. В глазах у бедняка туманно небо стало. Вся кровь от яду в нем горит. Что сделал я тебе, Змея он говорит. Кто знает. Может быть, ты с тем сюда забрался, Чтоб раздавить меня, Шипит ему змея. Из-за осторожности тебя караю я. Ах, нет, он отвечал, И с жизнью труд расстался. Ком сердце так сотворено, Что дружбы, ни любви не чувствует оно. И ненависть одну ко всем питает. Того тот всяким своим злодеем почитает. Крылов, 1821-23 года. Вот ответ, который посмотрели. Это надо сейчас закрыть. Ну, о чем здесь было? Духовное плотское. А заглавь. Можно еще один разобрать. Разобрать ответ. Ответ. Вот сейчас мы вывернемся, да. Что это? По 26. Точно та же контр-ла. Контр-с. Ну, и дальше еще открыть одну страничку в Word. Поставить контр-ла заактивировать. Расширить. Увеличить до 20-го размера. И засчитать. Пожалуйста. Вопрос 3863-26 том. Открытым оком. Самая ценная любовь. И отчего же она так редка, Так недолговечна, Так много к ней зависти? Почему же ее силы небесные Не берегут более всего? Какие вопросы задавали? У меня там люди были И профессора, и академики, И СВСБ, и Краевая администрация. Занятия в университетах когда вел. Ответ. О силах небесных не знаю. Но если Бог есть любовь, То только поэтому Он благоволит к любви И хранит ее. И зовет к ней. Иван Гритана, 13 глава, 34 стих. Заповеди новую даю вам. Да любите друг друга, Как я возлюбил вас, Так и вы да любите друг друга. Вот мой ответ какой-то. А что можно сказать? О небесном мы ничего не знаем, Не написано, А нам дано указание. 1 Петра, 1 глава, 24 стих. Послушанием истине, Через духа, Очистив души ваши К нелицемерному братолюбию, Постоянно любите друг друга От чистого сердца. Дальше. Дальше. Спасибо за то, что ты есть, За то, что твой голос весенний Приходит, как добрая весть, В минуты обид и сомнений. Спасибо за искренний взгляд, О чем бы тебя ни спросил я. Во мне твои боли болят, Во мне твои копятся силы. Спасибо за то, что ты есть, Сквозь все расстояния и сроки, Какие-то скрытые токи Вдруг снова напомнят. Ты здесь. Ты здесь, на земле и повсюду. Я слышу твой голос и смех. Хожу в нашу дружбу, Как в чудо. И радуюсь чуду при всех. Андрей Дементьев, 1970 год. Вот от к любви отнесите. Как я сижу на работе, Подумай, страшно мне теперь, Когда б не ту открыл ты дверь, Не той бы улицы прошел, Меня не встретил, не нашел. Я это отношу ко Христу. В тот день, когда я обратился к Богу, Я мог не быть там. Сошел на берег с корабля, Мог бы в другое место пойти. Но именно так. И Бог меня поймал на чем? На любви к бабушкам. Я любил бабушек. Сам не знаю, почему. Видел, какие они немощи, Заброшенные, на сумки тащат, Я подхватил. А попутно стал разговаривать. И она указала, Тут собираются люди верующие. Где у вас тут верующие? И через это меня Бог нашел. Как говорят, пришли на память Богу, Милости, не молитвы, Корнилия. Римлянам, 12 глава, 15 стих. Радуйтесь с радующимися, И плачьте с плачущимися. Это я ответ такой даю, Сискотворение и прочее. Все отношу к любви. Лукаш, 16 глава, 9 стих. И я говорю вам, Приобретайте себе друзей Богатством неправедным, Чтобы они, когда обнищаете, Приняли вас в вечные обители. Милосердию Бог призывает, И знает, что эти люди, Которым ты делал добро, Они никуда не денутся, Они за вас будут ходатайствовать. И опять стихотворение. С любовью ты смотришь, Как очи потупив, Я думаю, думу, А ты угадать ее хочешь, Невольно проникнуть тобою. Я очи к тебе обращу, И с твоими встречайся очами, И мы улыбнемся безмолвно, Как будто бы в сладком молчании Мы мыслью сошлись, И много сказали улыбкой и взором. Понятно? А зачем это стихотворение? Я к любви это отношу. Майков. Майков в 1842 году сказал. Кто находил, что в этом именно любовь, И что на этот вопрос, Вот это стихотворение именно подходит. Дальше. Пророк Сафония, 3 глава 17 стих. Господь Бог твой среди тебя, Он силен спасти тебя, Возвеселится о тебе, Радостью будет милостью по любви своей, И будет торжествовать о тебе с ликованием. Вот о любви, что такое любовь? Как о любви в небо. Евангелие Таиана, 15 глава 10 стих. Если заповеди мои соблюдете, Пребудете в любви моей, Как и я соблю заповеди Отца моего, И пребываю в его любви. Дальше. Евангелие Таиана, 15 глава 13 стих. Нет больше той любви, Как если кто положит душу свою за друзей своих. Тихотворение. Среди печали и у тех, Наверное, что-то я не видел. Прошу прощения у тех, Кого нечаянно обидел. Когда бы это ни случилось, Вчера лишь, Или давным-давно, Ушла обида, Или забылась. Прошу прощения, Все равно. Прошу прощения у любви, Наедине, Не при народе, Что уходил в стихи свои, Как в одиночество уходят. И у наставников своих, Прошу прощения, Запоздало, Что вспоминал нечасто их, Затасковал, когда не стало. То есть, ушли наставники, Теперь вспоминают. А вот у ненависти я, Просить прощения не стану, За то, что молодость моя, И доброту предпочитала. Не удивляйтесь, Что сейчас, Когда судьба мне время дарит, Прошу прощения у вас, Но знаю я, Последний час, Обычно, Не предупреждает. Андрей Дементьев, 1983 год. Эпиграф. Первая Иоанна, Четвертая глава, Шестнадцатый, восемнадцатый стихи. Неужели вы это стихотворение знали? Я как-то рассказывал стихи, Где-то около шести часов, Как мне помнится. Дорогой еду в поезде, Бог дал мне знать. Я поэтому как-то классифицировал. И вот задали вопрос, Я на кафедре стою и рассказываю, Поэтому очень большим спросом Пользовались эти занятия. И когда телефоном звонили, А сегодня кто будет? Если я в это попал в больницу, То люди просто считали, Можно отложить и не приходить. Я хвалюсь Господом, повторяю, Господом моим. Человеку это невозможно знать. И не будет считать это никто, Который сегодня дает ответ. Это не... Ну я не хочу называть, Чтобы их не обидеть. Хорошие батюшки, все, Но они просто не знают. Это любовь. Так, 1 Иоанна, 4 глава. Это все отвечает на тот вопрос о любви. И мы познали любовь, Которую имеет к нам Бог, И уверовали в нее. Бог есть любовь, И пребывающие в любви Пребывают в Боге, И Бог в нем. В любви нет страха, Но совершенную любовь Изгоняет страх, Потому что в страхе Есть мучение, Бояющийся несовершен в любви. Я каждому стихотворению Даю эпиграфы из Библии. Разные эпиграфы. Вот еще в чем. Сегодня никто не дает Такие ответы. Нигде, ни у сектантов. То есть они не знают. Хоть тяжело, Подчас в ней бремя, Телега на ходу легка. Ямщик лихой Седое время везет, Не слезет с облучка. С утра садимся мы в телегу, Мы рады голову сломать. И презирая лень и негу, Кричим, Пошел! Такую мать. То есть матерок ставят здесь. Но в полдень нету что отваги, Порастрясло нас, Нам страшней. 1823 Александр Пушкин. И косогор, и овраги, Кричим, Полегче дуралей, Катит по-прежнему телега, Под вечер мы привыкли к ней, И дремля едем до ночлега, А время гонит лошадей. То есть что за ночлег? К смерти в 1923 году Он так написал. Вот эта особенность. С утра садимся в телегу, Мы рады голову сломать. И презирая лень и негу, Кричим, Пошел! Такую мать. Это вот именно так человек себя ведет. Дальше и Клигров. Псалом 35 стих 10. Ибо у тебя источник жизни, Во свете твоем мы видим свет. Филипийцам 1.20. При уверенности и надежде моей, Что я ни в чем постромлении буду, Но при всяком дерзновении, И ныне, как и всегда, Возвеличится Христос В теле моем жизнью, Или то, Или смертью. Любовь к смертью, К жизни, Вот Пушкин о чем сказал. Дальше стихотворение новое, Новый эпиграф. Читы все время, На каждый вопрос, Шесть стихотворений, Шесть эпиграфов. У меня долги перед друзьями, А у них зато передо мной, Но своими странными делами И они чудят, И я чудной. Напишите мне письма, Ребята, Подарите мне пару минут, А не то моя жизнь будет смята, И про вас меньше песен споют. Вы мосты не жгите за собою, Вы не рушите карточных домов, Бог с ними со всем, Кто рвется к бою, Просто из-за женщин и долгов. Напишите мне письма, Ребята, А счастливьте меня хоть чуть-чуть, А не то я умру без зарплаты, Не успев вашей ласки хлебнуть, Высоцкий 1969 год. Вы слышали такое стихотворение? Нет. Я повторяю, Когда стихотворение приходилось Раскладывать, Это 20 тысяч стихотворений, В среднем. 300 поэтов России За 300 лет, Что сказали. Это 26 том. Дальше. Так, апостол Иуда, 1 глава, 21 стих. Сохраняйте себя в любви Божией, Ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. О любви вся, О любви вопрос один, Ответ идет. Послание к римлянам, 8 глава, 35 стих. Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь, Или теснота, Или гонение, Или голод, Или нагота, Или опасность, Или меч? Это 26-й турнир, Он весь построен именно так. Я перед студентами отвечал, На каждый вопрос, На каждый вопрос, Столько поэтами отвечал, 6 поэтов на каждый вопрос, Разных поэтов, Которые были за 300 лет в России. Выбор 300 поэтов. Вот примерно так, Прикинь, Как это? Что, Камни не оживут? Не живут. Не живут. Не может быть. Смотри, Как дружно все они краснеют в час зари, Как сохраняют в ночь, Что мягкое тепло, Какое с утра от солнца в них сошло. Речь о любви идет, О любви. Так мы накопили от Христа тепло, Отдаем ли другим? Какой ужасный гул идет от мостовых, Как крепкие камни все в призваниях своих, Когда они реку вдоль берега ведут, Когда покойников, накрывшись, стерегут. Просто утопит его река их. И как гримасничают долгие века, Когда воятеля искусная рука, Увековечит нам под лоском красоты Чьи-либо гнусные проклятые черты. Какой-то Случевский. Вот так. И последний эпир. Римлянам 13 глава 8 стих. Не оставайтесь должными никому, Ничем, кроме взаимной любви, Ибо любящий другого исполнил закон. 1 Коринфянам 13 глава 1 стих. Если я говорю языками, Человеческими и ангельскими, А любви не имею, То я медь звенящая, Или кимвал звучащий. Вот теперь смотри, Вернемся назад. Какой вопрос? До конца дойдешь? Прочитай снова его. Вопрос такой-то. Самая ценная любовь. И отчего же она так редка, Так недолговечна, Так много к ней зависти? Почему же ее силы небесные Не берут более всего? Я хвалиюсь благодатью Божией. Как-то собрались тут бизнесмены, Очень крупных предприятий, Пришли к ректору, Ивстигнеева Владимира Васильевича, Алтайский государственный Технический университет. Ну и попросили поднять их уровень, Говорит. Ну мы новые русские, Действительно богатые люди. И чтобы с ними проводить Отдельно занятия для них, Повышение их уровня. И он меня вызвал, Я говорю, а при чем тут? Я у вас же тут профессора нет, Говорит, они прямо назвали вас. Кто-то из них приходил на занятия, Но это чего-то стоит. Я провел у них занятия, Несколько раз приходил, А они заплатили Поставки профессора И чуть ли не Нобелевской премии. Я таких денег даже не видал. Один раз, единственный раз, Когда я получил за, допустим, 30 лет преподавания. Ну вот это почти все. Надо сейчас закрыть, О чем? О любви напиши. Любовь просто слово. Любовь. Дальше я разберусь и все. Я еще сейчас гляну, Насколько много осталось. Да еще один, надо, чтобы закончить тему. Ладно, маленько подлиннее будет. Ctrl-A, Ctrl-S, Закрываю, Ухожу, Открываю Ворде страничку, Ctrl-V, Встреваю, Ctrl-A, Активирую, И сразу С 11 Перевожу на 20 Объем, И все готовое дело. Там нельзя было считать, А тут видите, Как сведено. Это другой том. Вопрос 3899-27 том, Открытый МОКом. Кто из единоверцев Нападал на вас С самого начала И изменилось ли теперь Их отношения? Чем вызваны нападки? Видите, люди знали Мою биографию. На меня нападали. Приходили на занятия Баптисты, Писятники, Колдуны, ФСБ, Священники, Епископы Приходили на занятия. Вот, которые нападают на меня. Ну, это я достоин того. Ну, вы не были на занятиях. Зайдите на наш форум, На сайт. 4124 ответа Только сохранились. Их, может, 10 раз было больше. Проповеди. Больше 1100, кажется, Три проповеди. Это малая часть То, что меня попросили сохранить. У меня все уходило И исчезало просто. Ответ. Про всех не знаю. А вот про одно Из самых распространенных писем Напомню. Этот многократно Перепечатанный ответ И в зарубежной прессе. Мой отзыв на это письмо Частично публикую. Ответ на него В книге К истинному православию Страница 394-40 Причину нападок Вижу только в одном В нерождении свыше Моих оппонентов Они давят на исторический опыт А я прошу этот опыт Рассмотреть во свете Библии Видите, какие ответы даю Не нужно быть Рабом Рабом времени Рабом истории Но быть рабом Христа История Израиля Тоже была из войн Благословений И катастроф Но в конечном счете Апостол Павел Нашел, что этот их опыт Для нас Если будем идти Как раз от обратного Они в курсе подражания Для нас опыт 1 Коринфянам 10.6 А это были образы для нас Чтобы мы Не были похотливы на злое Как они были похотливы Так, журнал возвращения Номер 1 9 в скобках Страница 41, 50 Кавычки открыты Не потерять бы потеряевку Протерей Лев Лебедев Курск Кавычки открыты Получил ваше письмо От 17 ноября 1995 года Где вы вновь Просите меня дать отзыв На вашу очередную статью А я говорю вам Любите друг друга Вы ранее присылали мне Свои работы О благовестии О слове О церковнославянском языках К великорусскому языку С той же просьбой И я уже имел случай В личном письме К вам засвидетельствовать Что основные идеи Этих публикаций Носят явно Еретический Сектантский характер И вот вы вновь Сперва публикуете Статью Определенно сектантского Баптистско-пятидесятнического Содержания А потом просите Мне дать ответ Я говорю не воевать Не убивать Любить врагов Это все И говорил что Второй материал какой На русском языке Даже обслужение Это сектантское Я благовестию Что все должны идти пропадать Нет священник должен Их хозяй Сейчас патриарх громит их Выходите из алтарей Это сектантским называется Тем самым вы вынудили меня Отозваться на эти публикации Открытым письмом Чтобы оно могло Дойти до ваших читателей Слушателей Учеников Поскольку ваши взгляды Вы решили спубликовать Широко и открыто То было бы честно С вашей стороны Самому представить Вашим ученикам И мой ответ Ну я его и представил Он думал что я буду скрывать Или как-то Ничего подобного Самое поганое свидетельство На меня Какие я узнал Когда Вернулся из заключения Я политзаключенный Реабилитированный Мне дали дела Я их опубликовал В книге Для слова Божия нет уз Самые отвратительные Гнусные Все напечатал Да друзья Ну зачем это Я говорю Я люблю своих Уважаю Сказал вернее Своих читателей И хочу чтобы они Сами рассудили Так Не будь вы в нашей церкви Я не тратил бы силы На разбор вашего учения Но вы заявляете себя Верным сыном Русской православной церкви За границей Публикуйте Фоксимиле Благословение Метрополита Виталия На самую широкую Миссионерскую деятельность И фотографию Где вы Сняты вместе С первоиерархом И епископом Маларионом Понятно что У меня от него Грамота На проповедь То другое И вот вы Это А у него этого нету У него ничего этого не было И Под этой вывеской Или оболочкой Проповедуете идеи Совершенно чуждые Заведомо чуждые Православию И наипаче русскому И далее Маститый батюшка Как его Нарицали его почитатели Пытается Это его слова А теперь я говорю Да И далее Маститый батюшка Как его Нарицали его почитатели Пытается сделать Разбор указанных Моих публикаций Которые все Есть в книге К истинному православию Вы попросту Говорите неправду Вам хорошо известно Что по учению Святых Отцов И по правилам Православной Церкви Клятвы Присяга Установлены Законом То есть Государю И в иных случаях Абсолютно Категорически И всегда Благословляется И допускается Понятно что А вещь эта о чем Что я говорю Нельзя клясться Ни небом Ни землею Я что сказал то Нет Это В России Он не говорит Что Россия Это и погибла Из-за этого Воевали Научили стрелять А теперь вас к стенке Поставили Отливали патроны А этим теперь Книжон расстреляли В подвале Ипатинского дома Свидетельство всему Весь исторический опыт Русско-православной церкви Понять опыт Вот писание Он не приводит Ничего Исторический опыт И привел к катастрофе Ну вот В том то Все и дело Игнатий Тихонович Что вы находитесь Вне этого опыта Да Вы не только Мыслите Вне русской истории И русской церкви Вы этот исторический опыт Сознательно отрицаете И объявляете ошибочным Что и привело К вашему мнению Россию Русскую церковь В катастрофе 1917 года Я говорю об этом А вы никак не согласны Я об этом сделал Большое выступление В Жерденбирском монастыре Там были Разные люди Китайцы С переводчиками переводили Будущее России Во свете Библии Как могло случиться Что вы Член русской Православной церкви Мыслите И живете Душой Вне всего Исторического опыта Этой церкви Да Вне исторического Я знаю И вижу Катастрофа Катастрофа Смерть Люди не знали Бога Евангелия в народе не было Знали только прийти Уйти Причаститься И прочее И народ так легко Перешел В другую сторону О чем Феофан Затворник Кричал Трубил буквально Как могло случиться Что самыми Злободневными темами Для вашей Минасионерской проповеди Оказались Перечисленные Выше темы Которые Являются Классическим Набившим Уже оскомину Набором Излюбленных тем С которыми Разного рода Еретики Древности Богомилы Альбегойцы И сектанты Последних времен Баптисты Пятидесятники Выступают Против православия И на которые Давно уже Столько опровержений Что вся эта Кавычках Муть зеленая Может приниматься Лишь людьми Потерявшими Всякое представление Православия То есть не о Христе Не о Библии А о православии И какое православие Это К тому православию Когда святые отцы Были Никакого отношения Сегодняшние не имеют А совершенно новое И Сталина Проставляли Кому-то Занижались Вам дан От рождения Очень сильный Дар слова Вот это он уже Не мог Никак не мог Упустить Он никак Не смог Это удержать Пожалуйста Читая Ваше обличение Современного Духовенства Я сам Еще и еще раз Содрогнулся Сердцем При виде явного Несоответствия Того Кем я Как священник Должен быть И кем Я являюсь На самом деле Понятно Вот это Почему Иеронима Стридонского Иеронима Самый почитаемый В западной церкви Он у нас тоже Святой У православных Но У нас он не на первом месте А у них именно такое Вот я сейчас увеличиваю Это он говорит мне Он против меня Ну и дальше Что у вас Сильный дар слова И говорит что Читая ваше обличение Современного Духовенства Я сам еще и еще раз Содрогнулся сердцем При виде явного Несоответствия К того Кем я Как священник Должен быть И кем являюсь На самом деле Ну пожалуйста Это его слова Что Бог дал мне этот дар А он написал Иероним Стридонским О нравственности Священства И этот трактат Переписывали язычники За этот трактат От него все Отвернулись В родные и близкие А теперь знать мы не знаем А знаем только одного Иеронима Спасибо вам за это О наконец-то Слава тебе Господь Царство тебе небесное Лев Многое в ваших сочинениях Заслуживает признания И благодарности Тем более обидно Что рядом Начал за упокой А кончал за здравие Тем более обидно Что рядом с этим У вас Соседствуют Такие суждения И мысли Которые Вызывают Скорбь за вас Ваших учеников И заслуживают Решительного Осуждения Вам подавать Только современный Русский язык Понятно о чем А то некоторые скажут Вот лев Против Ну еще за современный Русский язык Лев против Об этом сегодня И Алфеев говорит Метрополит Иларион Да и все понимают Люди не понимают 96% Высказали за русский язык Дальше Он за меня Что я против Русского Не против У нас служба Нет Ну хотя бы библейское Хоть псалмы Просчитайте Евангельское Дальше Вам подавать Только современный Русский язык Так как он Якобы понятен Якобы Русский язык Но это говорит Его считали Богословом Крупным таким Там за границей Это вообще Сильный был А я говорю вам Что священное писание И богослужебные тексты На самом Современном Русском языке Совершенно Непонятны Современным людям Ибо непонятен Духовный смысл Слова Божия Непонятна Духовная логика Богослужения И устава Логика Слова-то берет Слова уже берет Грамотные Где-то Это все Меня знаешь Соминается Как один говорит Семинарий Академии Я закончил Многое мне дали А что Я так научился врать Что и сам в это верю Вот это точно так и есть Это все Приходится сто раз Разъяснять и объяснять Обмерщенному Безрелигиозному Состоянию Современного Русскоязычного Населения В кавычках Соответствует И безрелигиозный Язык Не способный Выразить И малой долей Того что выражает Церковно-славянство Вот если бы Церковно-славянском Языке было Революции не было Вот еще договорились Ибо последний Это язык Религиозный В высшем смысле То есть никаких Переводов Не надо ничего Это ересь Тогда была Трехязыковая Кирилл и Мефодий Когда запрещали Им на славянский язык Переводить А сегодня Четырехязыковая Это великое Прекрасное Достижение И сокровище Церкви Кирилл и Мефодий Очистили язык От всего Что не может Прикасаться К божественному И священному Создали Из звуковых выражений Славянской речи Как раз Ту систему Буквенно-словесных Образов Знаков С помощью которых Люди могут Непогрешительно Общаться с Богом В молитве И воспринимать Неискаженный Смысл Божественных И небесных Истинных предметов Кроссворды Как шарады Называются Так и здесь Не шарады Уже шараги При этом Воспринимать Не только Поверхностный Смысл Но и Духовно-таинственный Сокровенный Который Кстати сказать Совершенно пропадает При переводе На современный Русский Вот это тоже Та же мусульмане Только на арабском И ни один не понимает Таким образом Церковно-славянский Язык Никогда Не был разговорным Это мертвый язык Я говорю Мертвый Но никто никогда Не разговаривал Эспералта На нем Изначало Никто не говорил Он сразу Стал языком Молитвы Это Бог не понимает По-русски Он Бог Не знает А вот Когда ему По-славянски Говорят Тут он понимает Языком Церкви Для славян В этом смысле Изъяты Из общего Потребления Обихода Как вы знаете Священные сосуды И иные предметы Церковные Все продадут Все продадут Евреям И увезут Соросы Там приедут И все Дожились Богослужебные Лизы Духовенство Вся церковная Символика Которая Так же Как церковно-славянский Язык Кажутся непонятными Современному сознанию Непонятность Именно Кажущаяся Грамотному Человеку Как правило Достаточно Две Три недели Позаниматься И он будет понимать Очень много Самое главное Очень много Самое главное Вот это Самому грамотному Ну В церкви-то бабки стоят И грамотой не будет заниматься Три недели сидеть Чего он будет заниматься Он будет изучать Китайский язык Английский А мертвый Это язык Кому он нужен И сказать Я понимаю Я один Избранное А вот Учительное И изъяснительное Всего этого В том числе И текстов Библии Читаемых за службами Должно вестись И всегда велось На доступном Людям Русском языке Да обманывает Никогда не было Никогда Мы добивались Сколько времени Везде посчитают На каком языке Зайди в храм Я даже не понял Чьи это слова Ваши или его были Это он говорит Все это его Так что никакой проблемы Понимания Священного Писания И богослужения Не было и нет Это надуманная проблема Вот это все Они так и говорят Нет Не по причине Непонятности В кавычках Церковнославянского языка Идет на него Атака всех Иеретических сил Иеретических сил А и стремление Лишить русский народ Богодохновенного Средства Общения с Богом Общение с Богом Главное что И ночью Бог Не поймет тебя Постижение И еще стоит Стоит с автоматом Показывает Поп Стреляет На колокольне Оттуда вниз головой Апостольское правило 85 Значит по апостольскому Становлению Служить кесарю В воинском звании А это связано С поражением Врагов на войне Для христианина Вполне допустимо Также допустимо И даже необходимо Приносить воинскую присягу Или клятву верности Ну хорошо Первые христиане В войсках Трояна Оказалась проверка Прошла 11 тысяч христиан Первые века Ну что Главные гонители Где крестьян В войске его Находится Георгий Победоносец Все воины захватнические И он там служит Святой Его деканонизировали Западной церкви Георгий А это главный грузинский Георгий Даже странно называется Джорджия И любую иную Узаконенную клятву Современного Отказника Я могу понять Вот теперь он Начинает делить Надо признавать Но теперь Можно понять И тех древних Кавыч Отказников Которые не желали Служить императору Христоборцу Будучи им Насильственно призываемы Ну да Это все подвиги Ну да Подвиги А Георгий Где был то И до конца был Это же не осуждается А в новом завете Александр Невский За что прославляется Я его знать не знаю Александра Невского Я знаю Алексея Который принял схему Но в то же время Такими же подвигами Считается и безропотное Подчинение призыву И послушание Начальству Из желания Соблисти слова Спасителя Не противься злому И кто принудит тебя Идти с ним Одно поприще Иди воюю Иди воюю Иди в Чечню Громи их там Иди в Афганистан Иди Гробы оттуда прикатят Они умеют воевать Матфея 5 глава И отдавайте Кесарева Кесарю 22 глава Евангелия По слову того же Афанасия В одних обстоятельствах Благословляется В других Запрещается И наоборот Поэтому многие Правила Имеют исключение И по разному В разных случаях Применяется Чего вы Никак не можете Понять Никак не можете Понять Не могу я понять От этого И все Вот защищать надо Им Воевать надо А я не пойду Ты иди И он сам Ты не идет Ого Там дальше Такое Впрочем Игнатий Тихонович Вы не пытаетесь Понять Ибо От еретических Лжеучений Взяли вы Идею Которую выражаете Так Кавычки открыты С распятием Христа Наступило Тысячелетнее Царство Его на земле Откровение 24 Он даже не знает Что это Не я говорю Там взял Из Ефрема Сирина Это и так понятно Церковь по другому Не понимал Он не знает Даже этого Такой же богослов Да Иса 11 глава Не будут более Учиться воевать Иса 24 Михея 4 3 Ну вот я прочитал Волк и Иже с Игненком Ага вот Да Откровение 24 И волк будет жить Вместе с Игненком И барс будет лежать Вместе с Козленком То есть я еретик Из-за того что Говорю что надо жить По западу Божьей Но с распятием Христа И по сей день Волк не живет С Игненком И люди Не перестали воевать То есть Андрей Кесарик Ападокийский Растолковывает Что такое волк Что такое лев Ну вот Савл идет Вот Стефана Побивает Игненка А он не понимает Даже этого Оказывается Он ничего не знал Одно из двух Или тысячелетнее Царство Христа Не наступило Или вы его Неправильно понимаете Скорее последнее Он не знает Оказывается Что тысячелетнее Царство Не толкование Я даже не знал Что он это не знает Богослов Тогда одно из двух Или неправа искренне Вся вселенская В том числе С 10 века По 20 век Вся русская Православная церковь Которая всегда В лице всех Святых святителей Первый иерархов Многих преподобных А не только Сергия Радонежского Благословляла Православное воинство На битвы За веру Царя Отечеству Составляла чины Освящения Оружие И воинских знамен Одобряла Отратную Доблесть Всех А не только Александра Невского Призывала Как в смутное время Патриарх Гермоген И монашеское Братья Троицко-Стерговой Лавры Русских людей С оружием В руках Подняться На спасение Церкви И Родины И так далее И тому подобное Или вся церковь Не права в том Или не прав Игнатий Тихонович Лапкин Я считаю Что слушаться Мы будем церкви А не Лапкина Вот так Воюйте пожалуйста Отсюда и средства Этого деяния Оружие Воспринималось Не только Утилитарно Но и Сакрально Ох как Оружие Сакрально Автомат Бомба Мина Замедленного действия Как нечто священное И по возможности Всячески украшалось Вот как В христианских же народах А особенно В православном Великорусском народе Земное отечество Всегда воспринималось Как образ Икона Небесного отечества Почему его и старались Благоукрашать Расширять И защищать до смерти В этом корень Истинного Духовного Русского патриотизма Господь повелел Войскам князя Пожарского Идти на приступ 22 октября 1612 года И обещал победу Матерь Божия В страшное Баты Его нашествие Повелевала Повелела Святому воину Меркурию Смоленскому Напасть на татар И драться с ними Предсказав Что и сам Он будет убит Ибо из любви К своим Во Христе Вы обязаны Были защищать Их вплоть до Смертного поражения Нападающего Приняв на себя Грех Пролитие Крови Если других способов Избавиться нет Не дано Вот так Такая антинамичность Не только в деле войны Не поняли вы этого Игнатий Тихонович Не поняли вы этого Не поняли Ну не понял я Не понял Ну и дальше что Многого не поняли Многого А то вы Занесло вас В недопустимую Крайность А крайность Это В свою очередь Привела вас К отрицанию Вообще Всей русской Истории И церкви Ну и я Отрицаю Уже все понятно Все пришли В Ипатийский дворец Не скажете ли вы Почему большевикам Пришлось С 1917 По 1945 Годы Половина жизни Одного поколения Для истории Одночасти Уничтожить Физически До 80 миллионов Русского народа То есть Подавляющее И лучшее Его большинство Из них 90 с лишним Процентов Это все Твердо верующие Крестьянство И городское Население Это уже Это вы Или он еще Это он Он все говорит Это все его Кавычки закроется Дальше он кончил Так Если бы русский народ В большинстве Не зная Евангелие Устремился К брошюркам Лысого пигмея В кавычках Как вы выразились То зачем нужно было Этому лысому пигмею И его последователям Такую народу уничтожать А он считает Народ был верующий Крепкий Так этот народ Сам уничтожал себя С таким народом Ничего не оставалось делать Как только его убить Потому что Никакому перевоспитанию Он не поддавался Он вообще не поддавался Неграмотен Одновременно С 1917 года Выращивался Из отбросов И приспособленцев Новый народ Советский в кавычках Безбожный Или крайне маловерный Малодушный И скверный Публикается Православное благоверство 1996 год Номер 7 1 Коринфянам 10 11 Все это происходило С ними как образы А описано на наставление Нам Достигшим последних веков То есть я это все Привел Его письмо Мне и опубликовал Лука 13 Глава 13 3 5 стихи Нет говорю вам Но если не покаетесь Все так же погибнете Кто печатал Никитин уже умер Это я говорю Теперь Теперь я говорю Отец Лев Тоже отошел В вечность Когда пересчитываю Эту и подобные статьи То мне так и кажется Что эти люди Вовсе не молились Богу Не читали Библию Нельзя быть с такими Деревянными мозгами Пропитанными Такой тупостью и упрямством Что ну уж Совсем ничего не понимать Что ли произошло Наворачивают слова Как бы в бреду В каком-то Окостенении Не видя Что все же кончилось Что никакого православия Вокруг в них нет А есть бред Делецов от религии Выпивок и циников В рассуждениях Отца Льва Не прогляда вперед Ни любви к Слову Божию Ни ко Христу уважения Хотя бы Как просто К порядочному человеку С таким остервенением Топчут слова Богочеловека Иисуса Христа Я для того И отсылал Материалы свои К нему Чтобы он до конца Вылез на бруси Он даже не понял Для чего ему посылают Я знаю что он против А я его посылаю И вот он теперь вылез Я в него как не мог Вытянуть его И наконец Он где-то трезвый Какой-то день был И написал это В нем все православие По их мертвым книгам Вся немощь И окостенение их Духа Овец своих Они не знают И не любят Там и любить некого Потому что Невозрожденные мертвецы Вокруг Это видел только Один человек На весь исторический Израиль А остальные Подпевали Прошлым учителям Своим Второй Паралипоменон 18 глава 16 стих Тага Михеев сказал Я видел всех Сынов Израиля Рассеянных по горам Как овец У которых нет Пастыря Апостол Павел Собрав у своей Епархии попов И архиереев Вывел Будущую картину Которая была Как и нынешняя Деяние 20 глава 30 стих И из вас Самих Восстанут люди Которые будут Говорить превратно Дабы увлечь Учеников За собою Отташи Стихотворение Молчат гробницы Мумии И кости Лишь Слову Жизнь Дана Из древней тьмы На мировом Погосте Звучат Лишь письмена И нет у нас Иного Достояния Умейте же Беречь Хоть в меру Сил В одни злобы И страдания Наш дар Бессмертный Речь Москва 1915 год Бунин Иван Бунин Ивана Как мне кажется Он лауреат Был Нобелевской Премии Ну вот Тут что надо напечатать Как заголовок Какой Ну там Как-то Единоверцы Что-то там Единоверцы То есть Это не вера какая-то С нами одинаково верят Нападал на вас С самого начала Изменился ли теперь Отношение Вот напиши Нападки Нападки Единоверцев Или просто Нападки Нападки Ну и больше Еще не надо Благодарю Ну я считаю Что Мы сегодня Маленько задержались Но просто Поглядеть Вот смотри Что получается Мы Одну папочку Промолотили всю А какую Ну вот я говорил 43 Рождение И возьмем Еще дальше Какое-то Разное Разбор Восцепления Работа Проповедь Итак Будем добавлять Ответы Все на этом Сегодня Благодарю Никита